Это было, потерянная была, потом уже две недели болталась, где-то из Брянска не могла выехать. Это называется конкурентская служба, представляете? Подтвердите несколько человек, к вам обычные посылки и бандероли через всю страну дошли за три дня. Я сам говорю, как это возможно? Ведь я же не ускоренный высылал, ни ЕМС, ни этот самый, еще есть другие способы. Их не как. Три дня. И еще удивляется, и пишет, что она, три дня. А здесь шла-шла-шла. Ну, это эпопея, вы уже знаете ее. Это я фотографировал с экрана. То есть мне Мезинов сделал кино, я показывал его. Это с экрана, я просто для удобства. И ведь это же тот же самый Хасанский, который вырос из Косовской Сенец. И Сенеца переехал в Брянск, все проверил, все подтвердилось. И они стали вот такими вот. Стоило на юг, и в новой, это не, чуть не сказал, чуть не сказал ерес, не новая генетика. Вот, а раскрылись возможности генетики. Того же самого генома. И вот получилось это чудо. Вот. И, внимание, вот. Я тут подчеркиваю, когда еще вылетела посылка, я подчеркиваю. Выросших изначально из моих косточек. Поняли? Но косточки эти были у меня с привитых деревьев. Понимаете, друзья? Почеркиваю, у меня они были не сенцевые, а с привитых деревьев. И вот эти привитые деревья, подвое, дали им такую морозостойкость. Сейчас бы любой академий сделал вот так. Что мы там мерили? Вот. Ну а результаты? Вот он. Результаты? Вот он. А что, Брянская, это Африка, что ли? Или Сочи? То, что мы занимаемся на... В Сочи хорошее время, чем мы можем. И тогда я сказал, что продам по 100 рублей, 100 рублей пополам, по полтиннику, ну, несколько сотен косточек. Да? И вы не разоритесь, и мы не разбогатеем. Вот эти у косточки. И, наконец, она уже дошла до... Это я отчитываюсь перед вами. Посылка дошла уже до Химков. И сегодня я получил известие от Олега Олеговича Мезенова. Что она уже в Абакане. Завтра, послезавтра получаю. Вот. Вот это вот. Вот это вот. Короче, здесь 15 примерно оплаченных посылок. Начиная от 3 косточек. 3, или кто? 300 рублей человек заплатит. Это еще пересылка. До 90 косточек. Вот. Ярослава, привет. Поздравляю, вы рекордсменка. 90 косточек заказали. Вот. И один из вас, кто заказал, перед этим, еще до того, как он заказал, оплатил за этих самых, по подверстирующих, то есть, 104 рублей за эти два, вот, он мне задал вопрос. А я должен на него ответить, чтобы не быть условным. Значит, вопросов даже больше, чем тут. Ответов. Вопрос. Их не нужно укрывать. Дело в том, что Мезинов не укрывает. Так. Башкирии не укрывали. Макаров не укрывает. А если у них сегодня уже минус 30, что будет? Возможно, пропустят урожей. Дело субъективно с тем, что во многих местах я сидел. У моего брата в Красноярской области. Плюсовая была. Наверняка была и у Макарова. У Мезинного не знаю. Но все равно. То есть, страшный мороз. Знаете, как было бы? 19, 20, 21, 22. Даже 40, потом 39, 38. Ничерто не делается. Но когда с нуля, а потом проснулись уже 30, это опаснее, чем даже 40. Поняли, да? И вот получается первое. Нужно ли укрывать? Есть много вариантов укрытия. Я вам рассказывал. Под лапником, в картонных коробках. Значит, прижимать земле, засыпать снегом. А лучше бы не чистым снегом могут сопреть. А снег в перемешку, допустим, с сеном получается. Как бы воздушная. Как бы там укрывает неукрытие тканым материалом. Значит, это самое. Вот. Еще. И, наконец, вот видите, это моя теплика. Одна же мне не выдержали яру, мы сильно и калечим. Я одна же мог все потерять. Ну, перенес несколько в теплицу. Вот. И еще раз говорю, любой дурак может вырасти теплица. Вот. Просто как-то странно, что этим просто никому не приходит в голову. Именно персик и именно неукрытый. Почему? Потому что вот условия в теплице, даже не для абрикоса. Абрикос страдать будет страшно. Ему мороз нужен. Вот. Не поверите, но ему нужен мороз. А персик в субтропике, он обойдется и без мороза. Но у меня мороз всегда все равно есть. Ну, 3-5 градусов, здесь теплее. Я не знаю, порчика закрываю. Вот я ответил на первый вопрос. Так. Теперь, буквально завтра-последавтра посылки будут у меня. Там еще и черенки, супер-черенки, супер сортов абрикосов до 150 грамм. Вот. За эти 2-3 недели они не испортятся. Я не сомневаюсь. У меня опыт есть. Я же высылал, посылки пропадали. А потом говорили, что все в порядке. Поливил, пошло. То есть до месяца я не переживаю. Дальше. Котики, тем более, не переживаю. Они даже всю зиму пролежали тепле, ничего бы им не было. Другое дело со всем. Хотя лучше уходить. Вот. Стратификация. Стратификация 4-5 месяцев. Значит, так как Новый год, январь, февраль, март, апрель, 4 месяца. Ну, кто-то садит в мае. Вот это, кстати, плохо. Вот это вот наше. А у меня отпуск. А у меня в мае, там, 9 дней выходных подряд. Дай-ка я подожду, посажу. Для Европы чуть-чуть поздновато. Для Сибири самое то. Майские праздники. И тогда, получается, я вам отправлю их в Сухимирь. Плюс неделя. Ничего с ними не случится. Вот. Далее. Кто еще умудрился не увидеть мой фильм по стратификации. Именно слив. Сливы. Почему я начал с них? Вот я их поторопился. Их надо бы месяцем позже. А поторопился почему? Мне нужно было создать вам добротный фильм. Вот я и создал. Все, что касается их песенков, все будете делать точно так же. Далее. На этот вопрос ответил. А, и последнее. Они самоопыляемые. Да, они самоопыляемые. Но, внимание, на этом заканчивается любая статья, любой вопрос, любой ответ. Железов вообще никак у людей. Особое мнение. Посылат Железов. Невзирая на то, что часть плодовых деревьев, то есть и персики, самоопыляемые, мы, садоводы, должны обеспечить их супругами для обмена генами. Супругов должно быть двое. Никакого адонизма. Извините, я так за выражение.